Всем привет, с вами Элис фон Блэк, мы продолжаем проходить вампирдом из Pride Bloodlines с патчем 9.4+. В прошлой серии мы с вами помогали Ромеро. Мы сначала помогли ему с кладбищем, прибрались, скажем так, потом привели ему девушку, форменную, ну как он сказал, что он любит фигуристых, ну вот, собственно говоря, справа вы видите примерно такую же. Ну, также мы сдали квесты Мали, ну и закончили, в принципе, квест Митника, то есть мы сейчас только что из Камикадзе вышли, и все. В последнее время что-то в сериях я начала успевать все меньше и меньше, и сейчас я бы хотела кое-что позакрывать, а то и съездить домой, получить свою награду. И, честно говоря, отправилась бы сегодня в библиотеку. Раз уж мы все равно едем в Даунтаун, то туда нам самая и дорога. Что я могу еще сказать? Благо мы уже все знаем, то, что там мы должны встретить гангрилечка бедного, которого Лосомбер мучает. То самое чувство, куда твой любимый клан мучает второй твой любимый клан. Ну, не заблесай только, пожалуйста. А, сохранение. Ладно, тогда прощаю. Эх, и ничего-то тут и не меняется. Бомжик все греется, шлюшка все кого-то ждет. У моря погода. А мы все прыгаем. И прыгаем, и прыгаем. Не знаю, я где-то читала то, что прыжки ускоряют движение. Ну, персонажа. Особой сильной разницы я не заметила, но мне тупо нравится прыгать. Мне нравится, как он прыгает. Особенно меня приколол прыгать через все тени и через пешеходные переходы. По-моему, это уже все заметили. Наверное, было нужно сначала в ящик заглянуть. Ну, ладно. О, господи, привет. О! С вивишечкой плакатик у нас уже висит. А с кем-нибудь еще висит здесь? Я не помню, где в этой квартире должны быть плакаты. Я знаю, что там на первом этаже. Там Минк вот тут вот должна быть. Вот там вот должна быть Дамзла, а тут должна быть Джанет. Ну, Джанет, да, она висит. А пойдемте посмотрим, что она там висит, не висит. Висит. Мм, ногти белые. Хе-хе-хе. Выглядит это, Назла, здесь как-то стрёмно. Тут здесь. Хе-хе-хе. Руки у нее какие-то очень, ну, большие. Ну, пухлые. Ну, вот в этих местах вот. Ну, ладно. Не мне судить, не я рисовала. Как я прекрасно набираю-то. И кто-то нас и не хочет. Ну, ладно. Я думала, он нам на что-нибудь напишет. Значит, в ящик. Нам надо, кстати, все остальные предметы для плакатной сессии Игоря отдать. Даже не буду каждый раз дать его сообщение о том, что, о, слушай, мне надо то-то и то-то. Просто сбагрю ему все. Да, Сюрикен он не забрал. На тебе игрушку, кассету, табличку и... И все. Сейчас посмотрим, привезет он нам что-нибудь или нет. И, по-моему, на последний плакат нам нужен мертвый сосуд мерзости, который мы возьмем в синдикате. Но я надеюсь, что мы сегодня успеем еще и в синдикате побывать. Так вот. Я помню, когда я в первый раз вот выполняла полностью всю плакатную сессию и пыталась собрать все плакаты. Он про последний плакат сказал, типа, того, что сейчас там, типа, я ищу какую-то вот эту вот фигню. И дам тебе плакат с девушкой, которой ты никогда не посмотришь в глаза. Я так... О-оу. Это как? Ну, поймете, в общем, как. А те, кто уже получал этот плакат, те знают. Че, прикол. Так, че у нас новенького, че новенького? Мингжао появилось. Давайте посмотрим. Да, это не Мингжао, так как это левая баба. Точно так же и про Жанат могу сказать. Че он, интересно, сейчас напишет. Босс, у меня тут еще один постер. Не хочешь обменяться? Похоже, одна из анархов. О-о-о. Сделала это... Несколько художественных... Сделала несколько художественных фотографий, прежде чем была обращена. Это все твое за... Простую деревянную игрушку из фильма... Из фильма. Возможно, она в Metal Hand Industrial. Вы с Митником уже поговорили, правильно. Положи в почтовый ящик, как и раньше. Окей, она уже там. Странно, что он ее не заметил. Или мы ее все-таки не положили? Да нет, ее у нас... У нас ее нет. Ладно, потом, значит, принесет он нам плакат. Даже вентиляцию... Его специально открыли. Ничего не знаю. Пускай залезает и вешает нам плакат на стену. Кстати, заметили то, что в всю игру у нас углы экрана затемнены. Вот они даже загрузку, они затемнены. Как бы округляя наш взор. И откуда, интересно, у Гэри постер голый дамзел? Так, теперь нам нужно попасть в библиотеку. Как бы лучше всего это сделать. Чтобы я не запуталась. Вот что самое главное. Все мои действия, которые должны происходить в канализации, я провожу на поверхности, скажем так. Ради того, чтобы не заблудиться уже внизу. Летящей походкой. По-моему, отсюда нужно было залезать. Хотя я хозяй. По идее, библиотека находится ровно... Рядом, напротив, вернее, этого башни Вентру. Десяточка. То есть нам нужно пройти прямо и повернуть сюда. Я что-то не понимаю. Должен быть какой-то проход, который разделяется на две. Может, это Ешечка? Ну, давайте попробуем до Ешечки дойти. Если я ее здесь найду. Ладно, попробуем. Вот тут вот мы, по идее, прямо над библиотекой находимся. Может, это вот это? Это, кстати, был проход Е. Да, это оно. Такие дела, друзья мои. Совсем все позабыла. Абсолютно. Напрочь. Мне вот интересно, в этом патче сделали что-нибудь новенькое в библиотеке? Или все оставили как было? После антитрибовской библиотеки мне вообще ничего не страшно. Честно говоря. Нам и море по колено. Так, тут вроде бы ничего. Тут тоже ничего. Это у нас не юзабельная. Да, вот она и коробочка. Ага. То есть мы не должны никуда тыкаться. Мы просто должны ее взять. И применить, да? Что у нас там обновилось-то? Я что-то не поняла. Подождите. Ночь библиотеки. Вы отремонтировали лифт в главную часть библиотеки. Теперь можете продолжать искать неприятности. Спасибо. Пойдемте найдем немножечко неприятностей. Залезаем. И где тут у нас самый верх? О. Лифт тут такой огромный. Мне вот интересно, зачем такой огромный лифт в библиотеке? Чтобы вся библиотека могла из подвала перекочевать наверх и обратно. О, да. Я помню эту музычку. Давайте здесь сохранимся. Прервем эту музычку. И если вы помните, в Антитрибу там была очень веселая местность. А именно там были такие, ну, как бы платформочки рядом с дверью. И по ним нужно было залезть. Что было достаточно проблематично. А че это у них не работает чудо-лестница? Иди отсюда. О, чудо-лестница. Хе-хе-хе. А вот там, наверное, наверху сейчас ничего нет. Ой, надо же, даже дверь открыта. Тут, наверное, ничего, и там ничего. И повсюду ничего, и одно сплошное ничего. Но из принципа я все равно схожу в ту сторону. Ни-ни-ни. Здесь, по идее, никого не должно быть. Хотя бы Кейс сказал, типа того, что не отсвечивает. Ну, вроде бы как он сказал. Типа не убивай, не отсвечивай, все дела. Я не помню, что он конкретно сказал. Ну, пролезай ты, господи. Че ты жирный-то такой. Книжечка. Ой. Это шкатулочка какая-то. И тут какой-то ключик. Ой. Не психуй. Ну что? Идем искать неприятности. Книжечка. Вот тут я, честно говоря, не помню, как открывается та дверь потайная. Там то ли через компьютер, то ли книжечка какая-то, типа, открывающая это дело. А помните, мы тут картина ломали? Ну, кромсали. Да. Ломали. Сломай ее полностью. Главное, чтобы он сюда не зашел. Пойдем вот тут вот. Вот с этой штукой надо что-то сделать или нет? Или рано? Теперь закрой. О, какой-то сильный, блин. Ладенько. Компьютер так... А, вставить карту. Отлично. Откуда я знаю порой? Абакин? Ха-ха-ха-ха. Окей, ладно. Перепрючатель разблокирован. Прелесть. Сразу музычка прекратилась. Ой, все. О, кровушка. В лучших традициях шабаша. Здесь, по-моему, должна быть перезагрузка. Мне не нравится, как у меня тут все дергается. У меня сейчас голова начнет кружиться. Так и... О, я куда-то пришла. Ой, не, давай сохранимся. А то сейчас, думаю, будет лосомбер. Лосомбер жесткий такой. Чел так-то жесткий. Тосенький ты мой, господи. Кожа до кости. Давай. Где там наш гангрилечек? Беги! Четкий такой, спрыгнул. Шмяк. Бывает. Сваливаю отсюда к чертям собачьим. С каких это пор гангрил могут растворяться? А, похоже, что эти последние ночи вновь свели нас вместе. Вижу, тебе уже довелось слиться с внутренним зверем, и я чую кровь моих братьев на твоих руках. Но довольна любезностей. Стань свидетелем могуществом моей плоти, превратившейся в сосуд твоего уничтожения. Прощай, юный Кейнайт. Какой-то противный. О, палаш нам дали. Какой-то, однако, противный. Знаешь, как-то вот Лос-Омбра в Антитлеву были куда милее. Вот чисто внешне. А еще не могу понять, что это у него там провисает такое над нижней губой. Или это губа такая? Ладно. Кажется, я тебя знаю. Ты был на свалке в Санта-Монике. Время умирать. Ублюдок Шабаша. Хотя Шабаши... Не, я так долго не протяну. Простите меня. Искренне простите. Все. Где палаш? Палаш! Ах ты, сучка! Это я помню. Прекрасно помню, как он это делал. Ай. Не, давайте не из этого. Вот из этого. Ах ты, сучка, блин. Стоит его только ударить, так он все. Он офф. Где? Только патроны на него перевожу. Ну, давай. Я тоже так могу. А ты мажешь так-то? В принципе, можно без чита обойтись. Куда? О, опять мажет. Смотрите-ка. Опа. И мы тоже мажем. Шикарно. А вот теперь не мажет. Эй, куда ты? Стой! Стой! Что-то кому говорю. Ай. Нет. Перезаряд. Метнулся, что ли, уже? А куда? Ай. Куда? Где? Господи, привет. Господи, прости. А, блин. Нет. Хорошо, что я сохранилась. Но мы его почти убили. Все, охренели. Ничего не знаю. Дышь. Эй, ты чего? Ты чего психуешь? Не психуй, говорю. Бери. Во! Четкий такой идет. Испарился. Все, в жопу. Погоди. Я пушку не взяла. Да ты можешь стрелять сколько угона. Мне это надоело уже. Дай я на гроб залезу. Мне так будет удобнее его отстреливать. Ну давай, давай. Изобрази из тебя чмо. Эй. Это как? Откуда? Куда? Где? Когда? Да. О, нет. Где? Читер, блин, хренов. Андрюха, ты нанял каких-то придурков. Что, телепорт кончился, что ли? Да? 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 Ну и, что нам написали? Мы остановили ритуал шабаша, а также спасли агента Беккета. Беккет, ты нам должен бутылку. Бутылку крови, разумеется. Можно бутылку крови за ядлого алкоголика. Ай, блин. Ай, блин. Не люблю такие лестницы. Ну, вернее, у Граута, например, эта лестница вполне в тему. А вот здесь это как-то очень странно и мне не очень понятно. Так, давайте-ка здесь сохранимся. И, может быть, успеем сегодня хотя бы к Джонни зайти. Ну, к Джонни-то точно успеем. А вот к Барабусу вряд ли. Так, проход надо закрыть, чтобы об этом никто не узнал. Ты чё застрял? Ой, он застрял. Отпусти меня, о чудо-доска. Ой. Да, вот так вот. Так, а я выключила? Да? Теперь да. Иди отсюда. Чеши. Там он охранник ходит. А в лифте там сейчас будет головожопчик Андреевский. Больше Андреевских поделок в нашу жизнь. Сейчас он найдёт. Ой. Чё я творю? Шикарно. Шикарно. Через дверь. А там сейчас... Бле-ээ. Хе-хе-хе-хе. Всё, поехали отсюда. Бле-ээ. Могу в руку взять? Нет, не могу. Зато мы видим... Уже не видим. Мы видим его мозги. Из мозгов торчит позвоночник. С кем не бывает. Ну, вернее, это был такой типа хвостик. Очень похожий на позвоночник. И это была часть позвоночника. Мне вот интересно. Вот если увидеть такую дверь в жизни, сколько процентов людей испугается? А сколько процентов людей скажут, наверное, где-то здесь Андрей. Так, а где мы выйдем? Ясно, куда надо было заходить. Я запомню. Ладненько. Ну, до Скайлайна здесь недалеко. Давайте прогуляемся, посмотрим на постер. И Бекету ответим. Что самое интересное, за всю игру мы не ответили еще ни на одно сообщение. То есть, могли бы там сделать какую-нибудь систему, типа того, что нужно написать. Хотя тогда бы пришлось адаптировать игру под русский. Ну, да. Ага. Он все забрал, кроме сюрикена. Судя по тому, что так много урн, скорее всего, у нас баг. Или их и должно быть столько. Я просто раньше этого не замечала. Вот только багов нам тут не хватает. Да нет, бага нету. Дамзелина. Здорово. Идь. Красавица? Что я могу сказать? Ну, хотя да. От нее, может быть, и стоило бы ожидать подобной фотосессии. О, Тауни. Плакат Тауни, до которого Эмалия еще не добралась. Так, тринадцатая. От Беккета. И вновь приветствую. Мой агент сообщил, что тобой был прерван ритуал посвящения Шабашу в библиотеке, из-за которого он едва не умер. Теперь он позаботится о том, чтобы ничего подобного здесь больше не произошло. Излишне объясняй, что никто больше не должен знать об этом происшествии. Беккет. Эй, босс, есть еще одна работенка для тебя. Один из наших исследователей оккультизма. Хотел бы достать раздавленную чашу ненависти. Вот. Замеченную в китайском квартале. Предлагаю плакат Эмалии во всей красоте, прежде чем я придал ей свой собственный шарм. Все как прежде. Да, кстати, Эмалия при жизни была той еще штучкой. Но если взять картинку с плакатом Эмалии и забить ее в Яндекс.Поиск по картинкам, то можно найти, что именно эта фотография была обложкой какой-то пластинки с музыкой. Правда, я конкретно не узнавала какой, но я помню то, что когда я искала плакат Эмалии, там была вот эта шняга. Ну, я искала плакат Эмалии в более лучшем качестве. Ну да, чтобы сделать магнитик. Напоминаю, что я раздаю магнитики абсолютно бесплатно в своей группе ВКонтакте. Ну, скажем так, из остатков. Из того, что еще не разобрали, можете, в принципе, взять себе любой. И молча мы допрыгали до такси, и едем мы в Чайна Таун. Все-таки пора спасать Барабуса, а то он сейчас там реально пухнуть будет. А он все лежит и пухнет. О, стоит, извините, ему там даже стульчика не дали. И изверги. А если у него там уже ноги болят стоять? И меня ждать. Он же не мог предположить, что я так долго шляться буду по бабочным квестам. Тоже мне. Глейз. Так. Правильно? Да, правильно. Ну, хоть это я помню, а то мало ли. Чуваки, которые постоянно что-то у себя там трогают. Зачем вы это делаете, скажите мне? Вот это. Я там что, блин? Бешенство твоего уж извините. Еще мы можем танцевать, как придурок. А нет, он не может танцевать, как придурок. А вот теперь он может. Вот. Я танцую, как дебил, называется. Хотя, собственно говоря, здесь все очень странные танцы. Все-таки. Танцы в стиле, я танцую, как дебил. Все, пошли отсюда. Да ты хоть прыгай вокруг него, хоть не прыгай. Он все равно, он как в антево тоже. Все равно у него не встанет. Привет. А Макси, пожалуйста, Львови? Я разве тебя знаю? Я еще Джонни, нам надо обсудить одно дело. Ты не похож на человека, с которым он захочет говорить. Я Вентру, с чего это я не похож? Слышь? Быкать буду. Типичный бруха такой. Ладно. Делай свою чертову работу и скажи Джонни, что я здесь. Джонни в своем кабинете наверху. Будешь прилететь с Джонни, если бы он отсюда не выдержит. Ясно? Ага. Тьфу. Заткнись. Наверное, никому нельзя. Парень за столом дал мне разрешение. Ага. Я просто захотела с ним поговорить. О, посмотрите, чувак какой-то другой. Подожди. Стой, 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 стой. Ну ладно. Что он там интересно делал? Надеюсь, здесь не будет никаких сюрпризов. Давайте-ка сохранимся. Не люблю плохие сюрпризы. Называется, главное успевать за ними, мечтать за обоими. Эх, понеслась нелегкая. Летящей походкой. Да кем ты себя считаешь, козел? Ты в курсе, кто я? Ты в курсе, где ты находишься? Ты хочешь умереть? Я и так мертв. Так-то. Сядь, заткнись, отвечай на мои вопросы. Ясно? Тебе есть что сказать мне, мудак? Кто пустил тебя в Челнатаун? Ты здесь, чтобы мамочку навестись? Мы отдадим тебе ее после того, как она обслужит 20 человек. Смешно. А теперь давай перейдем в дело. Хули тебе надо? Ты кто? Ты похитил кое-кого, и я хочу его вернуть. Кто тебе сказал? Как ты об этом узнал? Кто ты? Отвечай. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело, Джонни. Не говори ни слова, Джонни. Стреляй в это. Ты же говорила мне, что этот парень никто, а что ты втянул, черт побери. Стреляй, тогда поймешь. Ты мертв, сволочь. Какого хуя я затвила тебя? Ты мертв. Именно так, Джонни. Оно мертво. Довольно трудно увидеть нечто, что и так уже мертво. И я уверяю тебя, оно не носит бронежилет. Пуля прошла прямо сквозь нижнюю, нижнюю брюшную полость. А мне показалось, он все-таки в легкое стрелял. Или мне показалось. Но факт в том, что он стрелял, и брызги в разные стороны. В фильмах так не бывает. Это только в вампирах. Не слушай его, Джонни, я просто ношу жилет. Обычно пуля такого калибра срикошетила бы и разорвала тонкий кишечник. Но, как ты видишь, она спокойно вышла сзади, вызвала небольшое наружное кровотечение. Причина этому все внутренние органы атрофированы. Атрофировались. Кто этот пидор в телевизоре? Что, черт побери, происходит? Что это такое? Избавь себя от Джонни, и мы обсудим тело твоего пропавшего товарища. Пришла твоя смерть. Проще некуда. Всего лишь сошка. Вкусная сошка. Тебе пришлось убить его, верно? Часть вашего кодекса выживания, заметание шьедов, так сказать. И прежде чем ты попытаешься омануть меня, знаю. Я отслеживаю температуру твоего тела. Это комнатная температура. Ты понятия не имеешь, с чем связываешься. Вообще-то я понимаю. Если тут кто-то, так сказать, и блуждает во тьме, то это ты. Ты понятия не имеешь, кто я и что мне известно. А я наблюдал за тобой с того самого момента, как ты зашел в Чайна Таун. Я знаю, потому что тебя Жао послала за мной понаблюдать. Да? Тогда ты так же знаешь, что я собираюсь убить тебя. Если хочешь попытаться, ты найдешь меня в здании Синдиката Фу. Я очень занятой человек. Пожалуйста, не заставляй меня долго ждать. Хорошо. Ты умрешь быстро. Кто ты? Я тоже должен скрывать свою истинную сущность. Можешь называть меня Мандарин. Ты ищешь одного из твоего племени, как я понимаю. Он здесь у меня в моем здании. Приходи в здание, я из Синдиката Фу. Мы обсудим условия освобождения. Уже иду? Пидрила. Че они там бегают? Я собираюсь лететь отсюда быстро. Я вышел. Встал. Вышел. Интересно, в газетах было что-нибудь писать? Неужели опять сохранение, а? Да, я угадала. Мне нужна газета. Я хочу почитать кое-что. Да не кипишу это так. Я вот правда не знаю, спасать Вангхо или не спасать. Я так думаю, нет. Или все-таки спасти. Все-таки один раз мы его уже порешали. Ну, то есть отдали на съедение Минк. Ну, как на съедение. Ну, вы поняли, короче, о чем я, да? Привет. Как рад, что ты наконец решил зайти. Если хочешь встретиться со своим товарищем, пройди в эти двери. Думаешь, я тебя боюсь? Нет, я иду. Не буду с ним слишком долго базарить. Базара нет, я зашел. С какой-то стороны... Ладно, сохранимся. Пригодится. Ну... Хорошо, мне говорили, что ты весьма способна личность. Ты и твои родичи могут считать смертных слабаками, и я не дочитала. Тем временем, мой инвентру уже кому-то звонит. ФСБ, что ли? Объект мужского полувозраста, судя по внешности, около 20 лет. Истинный возраст неизвестен. Да ему двадцатник. Он же свеженький еще. Как и в другом случае, нет никаких признаков жизнедеятельности. Ни сердцебиение тела не выделяет тепла, воздух. Выспытательной камеры на 97% состоит от угарного газа. Нормальное дыхание невозможно. Объект согласно всем понятиям клинически мертвых. Привет. Я собираюсь провести над тобой несколько экспериментов. Мне интересно узнать, как вы устроены, но лишь потому, что я ищу наиболее эффективный способ убивать вас. Пожалуйста, отдай мне все, что у тебя есть. Начинаем эксперимент. Испытательную камеру заполняет ультрия фиолетовый свет УФ-излучением. Он жжет. Объект не вызывает никаких признаков боли или физического дискомфорта. Выключаем свет. Вывод УФ-излучения не оказывает желаемого эффекта. Пожалуйста, пройдите в следующее помещение. Если пойдешь на сотрудничество, я дам тебе собаку за хорошее поведение. Я обнаружил, что мои объекты предпочитают кровь собак, а не кровь крыс, которых я обычно им даю. Но знаешь, честно говоря, мой Вентру даже собаку жрать не будет. Ему только элиту, пожалуйста. Тем временем он опять кому-то звонит. Так, ваш рот очень находчивый. Ваш инстинкт выживания граничит с животными. Мне интересно твои врожденные способности. Давай посмотрим, каковы твои возможности. Стены из амин аромированного бетона в несколько пунктов. Здесь нет другого выхода, поверь мне. Короче говоря, я так думаю, я больше не буду читать, потому что я не успеваю делать и то, и другое сразу. Ой. Уберись. Там осталось. Находчивый ты мой. Давайте посмотрим, как ты справишься с живыми лезвиями. Бла-бла-бла, только что мы спросили. Давай посмотрим, соответствуют листья не древней северия. Начнем эксперимент в Нонхельсинг. Мне бы не хотелось, чтобы эксперимент на этом закончился. Пожалуйста, не разочаровывай меня. Бу-у-у! Хе-хе-хе-хе-хе. Ван Хельсинг говорит, смотрите, у нас есть рука. Хе-хе-хе. Что с нашей рукой? Подожди. Как-то странно расположены пальцы. Ну ладно. Да-да-да-да-да-да-да. Страшно тебе, да? Страшно. Утик-утик. Подожди. Главное, он залезает и при этом рукой не двигается. Все в порядке. Все нормально. Все как у людей. Давайте-ка здесь сохранимся. Я буду здесь долго сохраняться. Долго. Часто. И давайте пройдем все комнаты и закончим на этом, потому что времени все-таки уже поджимает. Так, гипотеза с Ван Хельсингом доказала свою ошибочность. Круто. Ну давай сюда свой спецназ. Или он так не появится? Куда там твой ходит? А? Эй. Ты что, завис что ли? Эй. Я так не играю. Давай свой спецназ. Спецназ подоспелывал вовремя. Что ты делаешь? Что оно делает? Я убиваю. А что? Не нравится, да? Ты же говорил, что наш народ находчивый? Я это доказываю. Все, сдохла вся твоя команда. Спецназовская. Ай. Совсем забыла про эту пробовую комнату. Ну пошли уже в другую комнату, а. О, точно. Да есть у тебя воды-то нет. Это не вода, это хрень какая-то. Анимация воды в этой игре немножко другая. Да прохожу я, прохожу уже в следующую комнату. Давай. Постойте. Проверьте еще раз огнетушители. Я уже выяснил, что вы очень неязвимы для огня. Ну и я хотела бы узнать побольше о психологическом эффекте, который он на вас оказывает. И как его можно использовать. Эффекта вообще никакого. Поймень, и все. Ну и то, что я называю продолжение в следующей серии. На этой прекрасной ноте серии мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok